Хе-хе-хе, здрасте, очень приятно, на меня так глазами давно не лупил еще ни один персонаж игры, аж немного жутко Здравствуйте, друзья, с вами Декарт и это игра, которая называется One Shot Прямо мне напоминает, знаете, слоган одного напитка One Shot, One Hit, реклама такая была Ну, на самом деле, никакого отношения, разумеется, ни к каким напиткам она не имеет Это игра, которую, как мне, вот почему я в нее, собственно, играю, потому что мне закидали сообщениями на тиму Потому что появилась игра, похожая на Undertale и называется One Shot Я не знаю, насколько это правда, потому что, честно говоря, сидя сейчас в главном меню Вот, обратите внимание на музыку То есть, по-моему, эта игра пытается меня погрузить в какую-то более холодную и давящую атмосферу Намного, чем была в Undertale Вы вспомните главного меню Undertale Там, 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 мелодия какая-то там И какая здесь Но мне эта мелодия очень нравится Тут, она реально, она какая-то немного такая завораживающая, знаете Прямо хочется погрузиться вот в это вот дело Я не знаю, похоже это на Undertale или нет Я уже начинаю сомневаться, еще не открыв эту игру Ну, в общем, сейчас посмотрим А какого хрена оно ни черта не... Старт! 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 Вы знаете, чем она похожа на Undertale? Тут тоже надо на Z нажимать, чтобы игра началась Я так чисто для прикола нажал Исследуйте и взаимодействуйте с окружающей средой и персонажами Иногда вы можете найти определенный предмет Как только вы его подобрали, вы можете выбрать его из инвентаря Когда предмет активен, вы можете либо комбинировать его с другими предметами в инвентаре Либо использовать в определенных локациях в порядке прогресса Для того, чтобы продвигаться дальше по сюжету Несмотря на то, что полный экран является частью опций Игра лучше... Неужели? Игру лучше проходить в оконном режиме для большего оп-экспириенса? Ну, хорошо Закрывай... Если закройте игру, прогресс сохранится Эта игра также сохраняется после определенных ключевых событий Это немного странно Почему эту игру лучше проходить? Господи Здрасте! Очень приятно Как на меня так глазами давно не лупил еще ни один персонаж в игре Аж немного жутко Привет! Так, а, не туда нажал Это ж не Z Надо на Z нажимать Я нажал немножко Очень, очень темно Я вообще ничего не вижу, правда Я вижу только... Смотрите, я вижу только вот этого персонажа И какой-то чемоданчик, что ли? Или что это такое? А, это кровать! Путешествие, записки Ну-ка, что за записки? Какие записки? Может быть надо Z нажимать на записки? Нет Z нам выдает управление, геймплей и другое Хорошо, давайте на Enter Тревел В каком смысле? Тревел, я не понимаю Дверь закрыта Да, он мне говорит Дверь закрыта Да, я нажимаю Enter Я просто контекстное меню открываю Я-то думал, я взаимодействую с предметом Блин, знаете Но ты подходишь, нажимаешь как бы Enter И путешествовать в кровать Типа, чё здесь, чё за тревел Z Нажимаем Z А, ты сейчас не можешь Фаст-тревелить Мы чё, прям в Абривен какой-то играем Есть телевизионный пульт Нико Нико Прям как главный герой GTA 4, кстати Ты тоже, этот, беглый серф Нико поднимает Хорошо Так, Нико поднимает Мягкий свет За окном Мягкий свет за окном Давайте так и переведем Не заставляйте меня сворачивать Я не смогу Пыльные книги Слишком темно, чтобы здесь читать Введите пароль Доступ запрещен Какой нахрен пароль? Нико только что здесь проснулся Да я понял А чё он здесь делает? Это его дом, да? Дверь закрыта Ясно Я должен ввести пароль, наверное Я должен для начала его, наверное, найти Или как? Очень, очень Интересно Начинается, блин, игра То есть Игра сразу начинается С какой-то Непонятной Жопы Вот для меня чисто Потому что Я не знаю, что тут делать Я в полной заднице Вы знаете Я уже застрял Чисто по факту Запуска этой игры Я уже сразу застрял Ещё и нихр... Ааа Вот смотрите Ещё можно пройти Нихрена не видно Я не понимаю Как мне нужно Монитор-то выкрутить Во Прямо вот как, знаете Вот как в Супер ФНАФ Когда играл Я монитор там Выкручиваю на максимум У меня потом глаза чуть ли не слезятся Но по-другому играть Невозможно Нет воды в туалете Здесь сидит растение Оно сырое Сырое Нет, сухое Сухое и грязное, наверное Отваливается ветка Я так понимаю Этой веткой я смогу Наверное, взломать замок И нет воды в туалете Не поссать, увы Эээ Чё-то не ран Так Эээ Ника проснулся Тут пароль Тут пароль Но мы вводить Да, ничего не будем Мы попробуем сейчас Взломать замок Дверь закрыта Инвентарь же у нас есть Правильно? Эээ И наш Наш инвентарь Наш инвентарь Он у нас где? Эс Клавиша Эс Смотрите Сейчас нажмём Эс Эээ Драй бренч О! Смотрите Можно Получается Подойти С пультом управления К окну И вот Эээ Фэйнт 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 Фэйнтовском свете В не спадающем свете Наверное Ника Может увидеть Лицо пульта Все числа Кроме 5 7 2 И 0 Пропадают 5 7 2 И 0 Ну Получается Что Блин Получается Что Я в принципе Не особо понял Что сейчас произошло Наверное Он подставил Пульт 5 7 2 И 0 Давайте попробуем 5 Потом 7 2 И 0 5 7 2 И 0 Доступ разрешён Всё Это самое главное Что нам нужно знать Как это произошло Чё-то там Тражение какое-то Он там чё-то увидел Где-то в окне Я не совсем понял Окей Ты меня нашёл Почему Ты уже Слишком опоздал Не так Не так много Осталось От мира Это будет Не важно Когда ты выйдешь Я не знаю Значение слова Apparent Это место Никогда не стоило Того Чтобы его спасать Ты по-прежнему Хочешь попытаться В таком случае Помни это Твои действия Здесь Смогут Повлиять Ника Твоя миссия Помочь Ника Уйти А И самое главное У вас только Одна попытка Мистер Ника Слышит Звук Открывающейся Двери Что это должно Означать У вас Одна попытка Меня это Немного пугает Так Хорошо Дверь Открывается Да Мы сейчас Можем отсюда Вы Привет Кто-нибудь Так Привет Кто-нибудь Кто ТВ Издает Опасно Опасно Звучащий Спарк Какой-то Да Ну наверное Надо попробовать Использовать Пульт от телевизора А уже нельзя Да Он его выбросил Ну хрена Ты выбросил Пульт от телевизора Мы только к телевизору Подошли Он не работает Ни хрена Но тем не менее Мог бы на всякий случай Оставить Малый Может разберем его На запчасти Продадим где-нибудь Так Давайте наверное Пробовать вот сюда пройти Что у нас здесь Замок Правильно Надо будет Значит нужен ключ Логично Если где-то есть замок Значит где-то есть и ключ И надо его найти Значит Поленья В камине Выглядят так Как будто ими Никогда не пользовались Возможно Их можно полить Я не против Их полить Тем более что В туалете у нас Не было воды Поэтому давай Давай сюда Ника И хватит терпеть Это Это вредно Так ладно Я думаю что Моя задача сейчас Использовать каким-то образом Возможно еще палку У меня палка есть Правильно Давайте возьмем ее И используем И это ничего не дает Потому что Тут надо полить Надо полить А если здесь нет Тогда можно Что? Ника достает До ветки И она Ничего Ничего и никак Ну тогда Может здесь Как-то попробовать Нет Здесь никак Не попробовать Что? Значит Палка не проворачивается О! Внутри Холодильника Бутылка с алкоголем Ника ее берет Смотрите Это потому что Палку использовал Или Само так нужно Давайте Теперь Ника Отпивает Чуть алкоголя Что ли Зачем? А Во! Я понял что он сделал Смотрите Он смочил ветку алкоголем Теперь мы можем По-видимому Вот так вот сделать Да? Возможно ее можно паль А нахрена ты смочил То ветку Ну хорошо У нас теперь Ну теперь надо же Поджиг А вот здесь Вот смотрите Искра Вот здесь используем Здесь искра От телевизора Поджигаем факел Ах Ах Говорит наш Лупоглазый Ника И теперь подходим И зажигаем Все И синий огонь Кстати Синий огонь горит А почему он такой Синий Правда? Пламя и дим Дым что ли? Пламя и дым Но комфорт Я не знал что дым По-английски дим Не наверное дим Это что-то другое Может дима Может там останки Какого-то дима Там поджигаются Я не знаю что такое дим Это что? Это можно подобрать? Ника выкапывает Ника что-то выкапывает Что-то там выкопал Ника Во! Ключ от подвала Смотрите какие мы молодцы И теперь пробегаем И вставляем Да? Давайте Бейс Бейсмент ки Оп Видите как я уже нашарился тут В кнопочках Я поначалу Долго не мог Отдуплить Какого хрена Как тут Где тут инвентарь Где тут не инвентарь Где тут За что тут Энтер Да что такое? Не понимаю Мы будем Делать дело Но он не открывает эту дверь О! Глядь тут дверь оказывается Вот здесь Ого Так Жутковатенький спуск Такой нас ожидает Надо отметить Довольно Жутковатенький Так Нельзя Тогда я не знаю Зачем нам эта лампочка Чтобы читать книги Там были книги В самом начале И там было темно И А может быть Ее надо вставить сюда Кстати Давайте попробуем Вставишь? Нет Не вставит Ну значит Давайте все таки Попробуем Тогда вернуться назад И Отлично У нас есть освещение Читай Да Действительно Так оно и есть Я ж помню Что тут было написано Тут слишком темно Чтоб читать И Инфинитум Беска Беска А как читать? Я Я что ради слова Инфинитум Что ли? Ад Инфинитум И что мне это? Что мне с этим делать? Ну Ну Ад Ну Инфинитум Это все Огромный Книжный шкаф И это все Что там написано Ад Инфинитум Тебя больше ничего не интересует? Слушай Ну Открой там Я не знаю Пастернака Шопенгауэра Солженицына В кого-нибудь Хоть что-нибудь Давай Нет Не хочет А Тут Блин Твою Мать Тут надо Получается Ждать Ты должен нажать Z И чуть-чуть подождать И она Ну Главный герой Она Он Оно Я не знаю Он сам Вставляет А я нажимал сразу Z И как бы отмена То есть я не позволил Процессу завершиться И так мы находимся Ну В принципе как обычно Непонятно где То есть там было непонятно где И здесь непонятно где Ну давайте попробуем Пройти вот сюда Тут как бы дверь открыта Как бы намек Типа иди сюда Нихрена себе Какая высокая срань Быстрый тревел Fast travel То есть быстрое перемещение Вы можете быстро перемещаться В локации Которые вы уже посещали Выбирая функцию Быстрого перемещения В меню Дефолтный ключ А То есть дефолтный ключ По умолчанию А Fast travel Не может быть использован Когда вы внутри В здании Вот здесь мы были Да Вот здесь вот я был Получается И как бы все И больше я не здесь Слава богу Давайте теперь пытаться Исследовать Этот мир снаружи Так Это кто Вот что осталось От робота От робота Окей Так Идем теперь сюда Так Значит мы уже знаем Мы уже знаем что здесь роботы Здесь роботехника Развита Ну где бы то ни было Мне еще бы узнать Кто я такой Ну как бы в описании Игры Был написано котенок Но Ну вроде похож Вроде похож на котенка Что осталось от робота Так Еще один робот О Я пришел куда надо А Этот Шарик Ты здесь Ты прибыл Я Да Добро пожаловать в наш мир Друг Я Сам Я почтен Твоим присутствием Спасибо Что там А Типа мысли Мысли крутятся В кошачьей голове Да Или не кошачьей Не знаю На котенка не очень похоже Было написано вроде котенка Извините Я немного потерялся А Да Позволь мне представить тебе кое-что Могу ли я спросить Как ты сюда прибыл Я Не уверен Я проснулся в этом Странном доме Было очень темно О Так ты Проснулся В незнакомом темном месте Мм Просто Мое Форт Олд Прямо как Голосит пророчество Да Ты Спаситель которого мы ожидали Ты будешь одним единственным Кто спасет наш мир От Полнейшей тьмы Как Как-то вы знаете Я похожую историю Много раз уже слышал Ты тот самый Единственный пророчество В готике В готике Сразу вспоминаю Было что-то подобное Особенно по-моему Когда дело касалось Драконов Драконов Да И Мне говорили что Как пророчество Прям Ты должен победить драконов Ты должен то Ты должен это И вот сейчас опять Сейчас опять на нас Навешивается куча Обязанностей Я Теперь Провожу Тебя Расскажу тебе О Витальной информации Я не знаю Какой-то Какой-то Виталя тут Информацию Раздает Пожалуйста Спрашивай о чем Хочешь Ну Можешь ли ты рассказать Мне об этом мире Я вот хотел бы Я не уверен где Я Не могу Слишком далеко Видеть Все очень темное Наш мир Не всегда Был таким Темным Дим Это темно Получается Это синоним темноты Окей Но война была Брокен В общем Время ждет Никого Даже не Не щадит Никого Даже спасителей Мир Значит Разделяется На три региона Ты сейчас На грани Барнс Вот эта башня Которую ты видишь Вдалеке Это наше Солнце А Так вот что это За высоченная хрень Когда вы будете Продвигаться дальше К центру Вы Моткнетесь На другие регионы Там должна быть Даже Карта В этих Где-то здесь Оу А ты можешь мне рассказать О Лампочке Я нашел это В доме В котором проснулся В твоих руках Наше новое солнце Ваше солнце? Да Годы Годы назад Наше Предыдущее Солнце На той башне И оно Было на той башне И затем Оно Всю свою жизнь Освещало Освещало Все эти земли Но однажды Свет закончился Оу Миру по-прежнему Угрожает угроза Угрожает 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 Да Она такая логичная угроза Она угрожает Поверхность этого мира Ободнута И Просфора Просфора Что-то По-моему РПЦ Замешано здесь Дет Я так понимаю Просфоры какие-то Я не понимаю Что происходит К сожалению Для нас Этот Украл Световую энергию Из предыдущего солнца Просфора Украл Просфор Я не знаю Как это перевести Если серьезно И она украла Световую энергию Из предыдущего солнца Это теперь Наш единственный Источник Освещения Но Его энергия Завершается Когда последний Из огоньков Погибнет Наш мир Погибнет Короче Вот эта лампочка Это то что будет Их освещать Но это нужно Мне перед этим Поработать Потому что Пророчество Сказало Что я с моими Огромными Кошачьими глазами Должен сейчас Буду на всех Шестерить Как это обычно Бывает Наверное Но теперь Когда ты здесь С новым солнцем Ты должен будешь Доставить его В башню Это выглядит Далековатенько Да Так что Тут начинается Твой Пилигримаш Так же Солнце хрупкое Будь аккуратен Если солнце Повредится Миру Настанет Пипец Ты не можешь Мне рассказать О компьютере О том вот Который в доме Был В доме Я нашел Вот этот вот Компьютер Он продолжал Говорить вещи Вроде Твои действия Здесь Повлияют Ника Но Я Ника Все эти Сообщения Были Предназначены Кому-то Иному Если бы я должен был Угадать Они могли бы попытаться Передать сообщение Мистеру Мистеру? А это Это будет наш бог Если ты здесь Это означает Что мистер тоже здесь Э, мистер Проведет Гид По твоему Приключению По факту Он уже Это делает Правда? Я никого не видел Ты Еще не контактировал С мистером? Я так не думаю Будучи Вестником И посланником Нашего солнца Ты У тебя есть Священная возможность И обязанность Скоммуницироваться С мистером Обязанность Которую никто Никогда Не имел Определенно Не я Пожалуйста Закрой свои глаза И фокусируйся Окей Окей Я постараюсь Закрыть свои огромные глаза Если мои веки Справятся с этим заданием Алло Мистер Ты здесь? Да Это что? Этот мистер Это что? Мистер Декарт Это я что ли? Мне ему отвечать? Или как? Да Я здесь Оу Рад встретиться с тобой Мистер Меня зовут Ника Робот меня разводит Он наверное сказал Да Я мистер Это нифига не мистер Я реально кого-то слышал Они сказали Что их зовут мистер Это удивительно Не бойся попросить Не бойся попросить моей помощи Ты в конце концов Послание Ты можешь мне рассказать О том как попасть Блин домой Оу Не хочу грубить Но я не уверен На счет этого Я по-прежнему не знаю Как сюда попал Я просто Был с моей мамой Несколько часов назад А теперь я чувствую себя Так как будто Я в плохом сне Я просто хочу домой Твоя миссия Спасти наш мир И хватит сосать сиську Мама Да Просто В качестве моей миссии Сказать тебе о нашем мире Я не способен Помочь тебе в чем-то Что превышает возможности Моего запрограммированного состояния Мне очень жаль Ох Ох Говорит наш Глад Блин Я думаю Это все что я хотел узнать Отлично Желаю удачи И мне надо сейчас Куда-то 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 сваливать Да Вот в этот дом например Пустят Да пустят Смотрите Ну слушайте Давайте наверное На этом остановимся В принципе Такую Некую вводную часть Мы провели Мы узнали что за мир Мы узнали что за Ника А не Мы не узнали что за Ника Просто он с мамой был Но мы узнали по крайней мере Че к чему вообще И Более-менее С моим корявым переводом Смогли осознать В чем смысл игры Если вам понравилось То что вы увидели Хотя По сути Сказать что это похоже На Undertale Как мне писали Я все-таки Признаться не могу То есть Оно как бы похоже Вот может быть Чисто вот Вот этим вот Как это сказать Движком Не движком Не знаю Вот то есть Подается В визуальном ключе Может немного так Но игра Все-таки на Undertale Не похожа по-моему Потому что она Как нет Но она все равно Она прикольная Я ничего не говорю Она интересная По-своему У нее более давящая Мрачная атмосфера И Как бы сказать Это Больше Больше загадок Головоломок Меньше шуток Меньше юмора И меньше персонажей По-моему Хотя я еще не знаю Что будет впереди Еще не знаю Что будет впереди Может быть Тут будет какие-то Местные Я не знаю Местные папайрусы Местные Местные санксы Но пока что я видел Только местного Метатона Который в принципе Ни хрена не похож На Метатона Кроме того Разве что он робот Его с тем же успехом Можно с терминатором сравнить Поэтому Как бы Нандертейл Может и не похоже Но сама по себе По-моему игра Хорошая Мне кажется Хорошая Атмосфера Себя погружает Даже играя В полуэкранном режиме Ну и если Вам тоже это понравилось То Ставьте лайк этому видео Пишите что-то в комментариях Подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик Нажимайте на Поделиться Рассказывайте друзьям Вступайте в группу В ВК Ссылка внизу В описании Там еще куча ссылок Посмотрите И Всем хорошего Всем счастливо Всем удачи Всем пока